Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фоберлик Беспрекрас. А это значит, что у нас пустые баночки Фоберлика, и впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. Давайте начнем с бытовой химии. Покажу вам два кондиционера. Один розовый у нас из прошлой линейки, из старой, и вот этот ванилька новый, золотая органа. В каталогах уже давно нет старых, но я отыскала на сайте, заказала, потому что, девчонки, на самом деле, вот эти старые кондиционеры делают белье гораздо мягче, хоть у них и отдушка минимальная. Кто-то любит отдушку, кто-то не любит. Я, например, люблю. Мне нравится, когда от белья пахнет вкусным, классным кондиционером. Здесь она тоже есть, нежненькая, еле уловимая, такой цветочный аромат, но это старая версия, и действительно она гораздо лучше, в разы и девчонки. Артикул вот этого, если он еще есть на сайте, в принципе, можно заказать 112-64. Они, правда, там будут по полной цене, но, тем не менее, новый кондиционер, золотая органа, артикул 118-54. Белье, девчонки, менее мягкое, чем от прошлого кондиционера, но у меня тут пакетик, прям буду сюда все бросать. Слабись. Но мне безумно понравился вот этот аромат. У меня сейчас из новой линейки в использовании с розой вообще не то, вообще не катит, не мое. А вот этот прям классный, парфюм, крутой, шлейфовый, прям вот моя ассоциация с вот этим кондиционером. Поэтому теперь буду брать Фоберлик, кондиционер из новой линейки, именно вот такой золотой, по аромату он мне понравился больше всего. Ну, а по своим свойствам, не знаю, может быть, еще что-то новенькое попробую. К сожалению, Фоберлик немножко схитрил. Белье уже не такое мягкое. Водный спрей-освежитель закончился. Это у нас антитабак, один из мною любимых освежителей. Артикул его 113.29. Мне нравится он по аромату. У него такой цветочный, приятный, немножечко с зеленью аромат. Весенний и на лето подойдет, сладковатый, слегка классный. И нарисован здесь лайм, да, немножечко что-то такого лаймового, зелененького в аромате тоже витает. Освежители у нас безопасные, они у нас водные, есть от детей. Вот такая вот заглушечка. В общем, в целом, они мне очень нравятся, я ими давно пользуюсь и пользоваться буду. Два порошка вам покажу. Один у меня закончился, аж порвался. Это обновленные наши старые порошки. Горная свежесть у меня, универсальный, концентрированный. Артикулы его, так они у нас тут где-то сбоку были, девчонки, артикулы. Раньше, по крайней мере. Ну вот и где он? Не, не вижу, правда. Раньше был сбоку. Нашла, да, он здесь внизу сбоку. 323. У нас в Фаберлик порошки германские. Прежняя версия этих порошков мне не очень нравилась, они плохо отстирывали. И по мне у одежды был вид застиранный после стирки такими порошками. Мне не нравились. Я им несколько месяцев пользовалась, потом забросила, поняла, что нафига оно мне надо. Стоит не бюджет, но так еще и. Обновленная версия нравится лучше, девчонки. Белье свежее, отстирывает пятна лучше, поэтому пользуюсь, нравится. Он у нас гранулированный. В холодной воде отстирывает. Сейчас, если вам видно, будет вот прям достаточно крупные гранулы. Чуть-чуть у меня тут осталось, да. Подходит для осматиков, аллергиков. Любые проявления аллергии здесь сводятся к минимуму, нам так заявляют производители. Действительно много отзывов об этих порошках, что ими пользуются осматики, которые не могли раньше пользоваться ни одним порошком. Для чего эти гранулы, да? Для того, чтобы, когда мы насыпаем порошок в машинку, минимализировать попадание вдыхательных путей каких-нибудь порошков, да. Сейчас он у нас обновленно стирает хорошо и в холодной воде. Технология распознавания пятен здесь есть. Поэтому, да, нравится, да. И второй порошок, девчонки, это гринли. Я покажу вам видео в этих порошках, как мы их тестировали, как мы их сравнивали подробненько, все. Это экологически чистый тоже продукт, вроде как. Да, у нас уже не из Германии, а из Голландии, насколько я помню. И, в принципе, цена одной стирки между этим и этим порошком отличается меньше, чем на рубль. Считали, как-то высчитывали. Здесь такая мерная ложечка неудобная. Я ее, по-моему, даже выкинула, девчонки. Мерный пакет, я бы даже сказала. Здесь написано, как правильно дозировать, при каких загрязнениях. Я не стала заморачиваться. Я взяла мерную ложку из прошлого порошка и, как обычно, насыпаю ее при стирке. Что по этому порошку сказать? Он тоже у нас гранулированный, тоже такие крупные гранулы. И он создан специально для того, чтобы мы могли с вами стирать в жесткой воде. В нашей жесткой, жутко жесткой воде, которая подается у нас в водопроводе. Это биопорошок у нас. И он именно придает за счет содержанию... Не помню, мне девочка, кстати, писала в комментариях. Здесь содержится такое вещество, которое делает именно визуальный эффект белых вещей. При попадании на одежду ультрафиолета, вещь начинает, как бы, ну, не знаю, как сказать, девчонки, струиться, отдавать голубым или фиолетовым, вот что-то в этом роде. И написала мне также девочка, что это вещество не совсем безопасно. Я про него почитала. Действительно, почитала. Я, девчонки, если вам интересно, как оно называется, вы мне в комментариях напишите. Я найду этот комментарий и озвучу, как это вещество называется. Оно может вызывать аллергию и при накоплении действительно серьезные какие-то заболевания. Ну, если разобрать любую бытовую химию, то там гораздо больше страшного. Поэтому я этому значение не придаю. Вообще я не из пугливых. Стираю и нравится. Если сравнивать эти два порошка, этот отстирывает гораздо лучше. Он быстрее справлялся с пятнами. В общем, чтобы не затягивать, девчонки, я вам в инфобоксе, когда мы их сравнивали, эти два порошка, видео, ссылочку на видео обязательно прикреплю. В следующем каталоге я буду брать вот этот. Закончились две зубные пасты детские. Одна из линейки Техно Китс, 3 плюс яблоко. Артикул 2358. Девчонки, я вам артикул Гринли не сказала, да? Артикул Гринли 118.91. И вторая, это кошка Манго. Артикул ее 2442, она у нас уже идет 6+. Мне, если честно, если выбирать вот из этих двух, мне больше нравится линейка Техно Китс. Хотя эти тоже неплохие. Круто убирает налет зубов, не вызывает чувствительности. Я почему-то говорю так, потому что я пробовала на себе, да? И мне кажется, я для себя их буду теперь брать, девчонки. Потому что взрослые пасты Фаберлит ни одна мне не подошла. Ужасные пасты, я их терпеть не люблю и больше никогда покупать не буду. А вот эти Техно Китс крутые, на самом деле крутые. Поэтому всегда берем, когда они бывают, у нас по 69 рублей в запас. Дальше. Вот такая лимитка у меня закончилась. Руки до нее все не доходили, девчонки. Это у нас по-моему, Дню Святого Валентина, Стора Дамора. Выпускали такие интересные гели для душа. Здесь романтичная клубника. Клубничное варенье. Я бы назвала, ну хотя есть какая-то химозность, да? Действительно пахнет клубничкой. Классный был гель для душа, такого яркого розового цвета, с блесками в своем составе, с шеймером, что ли. То есть оно все вот так вот переливалось, было красиво. Но так как это лимитка, сильно долго про нее говорить не будем. 25-20 артикул. Хотя бы, знаете, недавно, когда полезла искать кондиционер прошлый, я поняла, что на сайте есть много чего, чего нет в каталогах. Это можно заказать, в том числе и какие-либо лимиточки. Два жидких мыла, точнее одну пену для ванны и одно жидкое мыло покажу. Это Ля Крем. Очень понравилось, девчонки. Очень роскошная мягкость. Артикул его 86-37. Сейчас у меня на кухне стоит такой же, только с кокосиком. То у меня на всю кухню пахло миндалем, теперь пахнет кокосиком. Они классные. Мне очень понравились. Именно на кухне, как мыло для рук, вообще замечательно. Поэтому взяла и второй, и буду брать еще третий. Прям вот эти два. Аромат божественный. Пена для ванны. Технокитс 3+. Артикул ее 2357. Берем, повторяем, когда есть акция, нравится. Используем и как гель для душа, и как пену для ванны, и как средство для подмывания. Мне вообще эта линейка детская очень импонирует. Ну, а у меня закончился вот такой вот гель для душа Ботаника. Это у нас двойное увлажнение кедровой орешки Ежевика. Классный запах. Вот действительно классный. Я не чувствую здесь кедровых орешков, я не чувствую здесь Ежевику. По мне он полностью химозный, но классный. Есть у него небольшая зеленая нотка. Он сам по себе вот такой вот зелененький. Такая освежающая. Понравился, девчонки, понравился. Артикул 8758. Поняла, что гели Ботаника очень достойные. Почему бы нет? Цены бывают весьма привлекательные. Закончился дезодорант, антипреспирант. Артикул 2241. Это целое, девчонки. Вот такой зелененький. По запаху приятный. Действительно приятный. И в каких-то даже нотках перекликается с вот этим вот гелем для душа Ботаника. Но у меня сейчас в использовании розовый и был голубой. И мне как-то вот сейчас розовый зашел по запаху, наверное, больше всех. По своим защитным функциям они все одинаковы. Они у нас не содержат спирт. Кому-то это бывает очень даже важно. И на сутки мне вполне вот этого вот дезодоранта хватает. Он меня защищает. Нет никакой потливости. Еще Ботаника. Это у нас бальзам. Это у нас бальзам яркости, шелковистость, клевер и гранат. Девчонки, вот так он выглядит. Артикул 8751. И что хочу сказать. У меня есть шампунь. Я вам в прошлых пустых баночках показывала бальзам. Вот позже закончился. Не подошли. Для тех, у кого жирные корни волос и достаточно большое количество себума выделяется, берите свежесть, вот которые свежесть. Вот это не надо. Утяжелял волосы. И не то, что чесалась голова после него. А если только им пользоваться на протяжении двух недель и более, то да, начинало почесаться, быстро жирнились корни. Поэтому подбираем правильно, грамотно средства, девчонки. Если я уже это много раз говорила, еще раз вам повторю, потому что это на самом деле важно. Если у вас жирная кожа головы, но пожженные сухие кончики, как у меня, значит, вы шампунь берете для жирной кожи головы. В данном случае, если брать ботанику, там как-то свежесть и баланс, что ли называется, баланс и свежесть. А бальзамчик вы берете уже можно и такой, питательный. И наносите его, отступая прилично, довольно прилично от корней, чтобы он на кожу головы не попадал, наносим только на кончики. Вот так. И тогда волосы дольше будут оставаться чистыми и ухоженными. Следующий продукт – это бальзам «Гладкие пяточки». В каждом обзоре вам им свечу, потому что он мега крут. Артикул его 1661. Здесь 30% глицерина. И именно за счет этого, а также других компонентов, продукт круто работает на стопах и на руках. Это мой ночной крем, а иногда и в течение дня, потому что сухая кутикула. А ножки вообще у меня всегда теперь с ним в идеальном состоянии. Девочки, которые последовали моему совету и заказали себе этот продукт, писали мне многочисленные положительные отзывы в комментариях. Девчонки, мне приятно быть полезной, поэтому, кто еще не пробовал, попробуйте вот эти «Гладкие пяточки». Часто бывают на распродаже. Продукт невероятно крутой. И последний, девчонки, да, продукт – это у нас серия «Бьюти Лаб». Вот такая вот масочка. Маска «Детокс» для лица с древесным углем. Артикул ее 0276 «Экспресс-уход для уставшей кожи». Я немножечко не понимаю, как может быть «Экспресс-уход для уставшей кожи» застывать в корку на лице. Не понимаю. «Экспресс-уход для уставшей кожи», мне кажется, должен иметь гелевую текстуру, что ли. Здесь черная маска, которая застывает в корку. По-хорошему, по-хорошему, по-правильному, да, ее нужно постоянно, лицо нужно чем-то сбрызгивать в течение 20 минут, да, чем-то сбрызгивать, чтобы не засыхало. У меня, допустим, нет никакого желания это делать и времени, если честно. Я нанесла, пошла делать свои дела и так далее. Хотя так положено, да, чтобы она не засыхала. И любой продукт аналогичный должен так применяться. Но она засыхает, я иду ее смываю. У меня вся ванна черная, пушок на лице весь черный. Я после этой маски потом прохожусь еще тоником, чтобы убрать ее остатки. И спонжем кожу тру неимоверно. И тоником, даже если она не засохнет, она все равно крайне тяжело смывается. Это ее огромный минус. И я не вижу там никакого вау-эффекта, чтобы такие все мучения на своем жизненном пути преодолевать. Поэтому, девчонки, без сожаления ее выбрасываю. И заказывать больше не буду. Неудобный формат, жутко неудобный. Поэтому, ну, ее в мусорку. Ну, вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня скопились в этом месяце. Надеюсь, что мое видео было вам полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылочка на регистрацию Фоберлик всегда под видео. Пишите свои вопросы. Я с радостью на все на них отвечу. Всем пока-пока. Берегите себя. До новых встреч. До новых встреч.